4D Четкий Футбол А мы по мере сил будем вам об этом повествовать. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Вперед! Внезапно для нашей лиги холодает, из-за чего нельзя играть. Во-вторых, матчи в марте иногда нужно проводить, условно говоря, в Красноярске. Внезапно оказывается, что там так холодно и играть там нельзя. И, наконец, где бы матчи не были назначены, из года в год там проблемы с газоном. И ничем это не решается. Хоть ты сто раз меняй систему весна-осень-осень-весна. Но в результате матч в Туле состояться не может. Там плохой газон. Теперь, говорят, есть проблемы с матчем на стадионе «Динамо». Мало того, что матч-открытие, болельщики футбольного «Динамо» в общем могли провести в соперничестве с командой, с которой отношений не очень. Да еще и болельщиков у которой значительно больше. Вряд ли это сильно «Динамо» в цифрадовало. Ну, что там, грех отдать. У меня есть друзья, болельщики «Динамо». Их это просто бесило. Так еще и в результате теперь играть непонятно где сейчас они будут. Вроде как, кажется, уже никак. И, в общем, все это из года в год одно и то же. И ничего не поменяется. И так будет и в следующем году, и через год. И каждый год об этом говорят. Что-то у нас мало там думают о болельщиках. Да вообще о них не думать. Всем все равно. Если вообще никто никуда не придет, то только проблем будет меньше. Ну, никогда об этом никто и не думал. Вот нужно провести где-нибудь. Где-нибудь проведем. Если это будет... Конечно, можно потом пустить болельщиков бесплатно. Там, возместить им какую-то стоимость. Но речь-то не об этом. Речь о том, что нужно просто проводить матчи нормально. Не будет этого. Вот не будет и все. Три самых интересных матча. Чемпионат России. Первый тур после зимней паузы. Ну, во-первых, насладимся, как будут играть в Грозном арсеналы ЦСКА. В Туле стадион не готов. Что называется, отродясь не было. И вот опять. Ну, сыграют в Грозном. Что делать? Это третье место. На втором Локомотив Крылья Советов. Первая игра Локомотива после отставки Ильи Геркуса. Наконец-то ушел человек, который мешал Юрию Павловичу Семину работать. Так что теперь Локомотив может возобновить борьбу за чемпионство. Это место второе. Но первое, это, конечно же, встреча Спартака и Краснодара. Это российский матч команд, которые могут поспорить и за чемпионство. У нас ведь все открыто. Ну и любопытно. Спартак мы еще толком не видели. Как там Олег Кононов провел эту зимнюю паузу. Какие наработки. Хотя официальный сайт Спартака уже всех порадовал замечательным заявлением. Так что в Спартаке, как всегда, все весело. Ну а Краснодар прошел следующий раунд Лиги Европы. В прекрасном стиле обыграл Ливеркузинский Байер. Правда, затем была неудача в кубке. Краснодар уже команда более сыгранная, чем Спартак. Интересно, что он победит. Свежесть или игровая форма? Если честно, мне кажется, что и первая тройка может не измениться до конца сезона. Ну и вот команды, которые в зоне вылета находятся, им будет очень сложно из нее выбраться. В первой тройке распределение мест будет зависеть от множества дополнительных фактов. Ну, в частности, для ЦСКА, наверное, плюсом будет то, что команда не играет уже в Еврокубках. Гончаренко и его команда могут сфокусироваться на чемпионате. Зенит с таким мощным составом, может быть, самым мощным составом Российской Премьер Лиги, должен претендовать на первое место. Но в Еврокубках Зенит еще выступает. И Краснодар тоже в Лиге Европы продолжает выступление. Вот кто дольше будет продолжать выступление в этом турнире, тому и будет сложнее в результате. Тем более, что у Краснодара, надо это признать, все-таки скамейка запасных не очень длинная. Хотя с точки зрения качества игры, с точки зрения содержания игры, команда Мурада Мусаева была очень хороша. И до зимней паузы, ну и в матчах с Байером показала отличный футбол. Короче говоря, эта тройка может не измениться, но вот кто какое место займет, сказать сложно. Что касается Енисея и Анжи, ну вот при всей моей симпатии к Енисею, например, очень сложно будет этой команде выбраться хотя бы в стыковые матчи. Потому что там понятно, что за счет чего может прибавить Уфа. Крылья Советов должны прибавить с Божевичем. У них просто больше ресурс, чем у Енисея и Анжи. Поэтому и здесь может все остаться без серьезных изменений. Я думаю, что все-таки Зенит станет чемпионом. Просто потому что ресурсы по-прежнему серьезные. Даже посмотрите, как Зенит укрепляется. Азмун, возможно, лучший нападающий нашего чемпионата, ну еще недавно, совершенно точно. Бариус очень сильный центральный полузащитник. Ракицкий по нашим меркам очень сильный защитник. Просто ресурсы мощные у Зенита. Если Зенит не станет чемпионом, это, конечно, будет большим провалом. За второе и третье места, ну, мне кажется, что будут биться Краснодар и ЦСКА. Обе команды очень симпатичные, очень интересные, хотя очень разные, с разными, хотя очень интересными, вызывающими симпатию наставниками. Но мне кажется, что все-таки чуть больше опыта у ЦСКА. То есть мне на втором месте видится ЦСКА, на третьем – Краснодар. Хотя вот сейчас мы ЦСКА-то еще не видели в официальных матчах, а Краснодар с Байером играл прям очень здорово. Я думаю, что при всей симпатии к Юниси и Анжи вряд ли, в общем, будет очень тяжело этим командам спастись и не вылететь в ФНЛ. Ну, а у тех, кто еще находится в нижней части турнирной таблицы, я думаю, что могут определенные все-таки проблемы возникнуть и у Крыльев. Хотя мы знаем, что Божевич знает и умеет. Но все-таки у ФА, несмотря на проблемы в этом году, ну, я просто очень симпатизирую этой команде. Да и Динамо, у меня папа за Динамо болеет. Мне бы хотелось, чтобы проблем у них не было. Но, в общем, мне кажется, что здесь, вот из этой тройки, скорее проблемы могут возникнуть у Крыльев. Хотя, еще раз скажу, я, возможно, субъективен. С фривовым эвелитом, мне кажется, все просто. Мое 16-е место – это Анжи. Абсолютно худшая команда по качеству для обеих половинных полей первой части сезона. Зимой финансовое положение Махачка-Леницев никак не изменилось. И понятно, что даже, наверное, для руководства клуба нет никаких стимулов оставлять команду в премьер-лиге. 15-е место, к сожалению, для меня – это Енисей. Почему к сожалению? Да потому что работа Оленча в этом сезоне очень недооценивается по всем показателям. Там начинают простейших ударов по воротам, заканчивая качеством ударов, качеством допущенных моментов, интенсивностью прессинга, передачами в радиус 20 метров от чужих ворот, то есть в опасные зоны, из которых можно что-то создавать. Енисей – это команда 11-13 места. Енисей дико не добрал очков. В первой части сезона по X-Points и соотношению с реальными мячиками – это самая невезучая команда лиги. Почему Енисей не добирал в атаке? Очень сильно потеряли в качестве после травмы Костюкова в октябре. Его замещали Саркисов, Обрадович, Бодул. Но это было все не то. То есть Обрадович, в принципе, не тянул уровень. Саркисов классно убегал за спину, но не реализовывал моменты. Ну а Бодул все-таки удобнее играть в оттяжки. Теперь Енисей получил Александра Соболева, который, несмотря на свои габариты, отлично играет внизу. Вспомните, его прекрасный гол закрыли с Советов Ростова в первую часть сезона. Кроме того, Енисей получил абсолютно бомбовый правой фланг. Олег Данченко и Константин Савичев. Вы не смеетесь, реально присмотритесь. Это два очень хороших атакующих игрока. Посмотрим, как они будут обороняться. Но это уже зависит не только от них, но и от всей системы, которую выстрелит Оленич. В обороне Енисей в первую часть сезона очень много чудил. Дугалич, Юрченко в первую очередь, на которых, наверное, рассчитывали как на лидеров. Дугалич уже уехал в Кайрат. Думаю, что Енисей станет одним из открытиев и по качеству игры, и по количеству набранных очков весной. Но все-таки отставания, которые сейчас есть, 6 очков, не хватит дистанции, чтобы ликвидировать это отставание. Что касается стыков, то точно я там вижу Уфу, потому что, да, при Кириченко вроде как команда еще чуть-чуть прибавлена. На самом деле прогресс начался еще при Тамарове. И, видимо, все дело было именно в квалификации Лиги Европы. Уфа абсолютно была не готова играть на два фронта, играть по четвергам, потом по понедельникам. Даже с учетом того, что матчи переносились на понедельник. И я думаю, что еще три претендента на стыки. Это Динамо, хотя мне лично бы этого не хотелось. Потому что Дмитрий Хохлов в первую часть сезона себя показал как один из самых гибких тренеров Лиги. Это Арсенал. Честно сказать, не верю я в Черевченко. Да, в конце сезона, в первую часть сезона, когда он пришел, вроде бы по качеству Арсенала он не сильно потерял. Но уже было видно, что команда перестраивается. И там в контратаку тут же Арсенал не так бежит, как это было при Конове. И третий претендент – это Оренбург. И почему Оренбург? Потому что, понятно, скорее всего, дни Владимира Федотова в Оренбурге сочтены. Думаю, что Марк Трабуки ему жизни не даст. А, соответственно, со сменой главного тренера, с приходом того тренера, который удобен Трабуки, думаю, что Оренбург, к сожалению, поплывет. Потому что качество игроков, там, за исключением нескольких позиций, у оренбуржцев, конечно, не соответствует тому месту, на котором они сейчас находятся. Поэтому Владимиру Валентиновичу сил, удачи. Но я думаю, что Оренбург при определенных раскладах тоже может полететь этой весной. С чемпионством и призовой тройкой, конечно, посложнее, чем с вылетающими. Но, на мой взгляд, третьим станет Краснодар, вторым станет Зенит. А первым, несмотря на мой геотек, московский ЦСКА. Во-первых, почему я не верю в Локомотив? В Локомотиве по-прежнему все очень сильно зависит от индивидуального мастерства в атаке, от индивидуальных действий. Мануэля Фернандеша, видимо, мы уже не увидим, потому что он сыграл только один матч контрольный против Зенита. То есть это было еще очень давно. Тяжбы с контрактом до сих пор длятся. А Мирончики, да, этой зимой они были крутые, не спорю. Но все-таки на дистанции они пока... Наверное, Алексей был стабилен весь 2017 уже год. Но это вот исключение. Все равно, там, игр 5-6 и все. Дальше как-то стабильности пока не хватает. Что касается Спартаката, меня удивляет, расстраивает, как угодно, что Конов до сих пор не определился с главной схемой. На сборах он пробовал 4-4-2, 4-2-3-1. На мой взгляд, все-таки он вернется к 4-4-2, которые были в конце первой части сезона с Зе и Адриана в атаке. Но, опять же, есть несколько вопросов. Кто будет играть на левом фланге обороны? Как соперники будут реагировать на то, что первые два матча в отсутствии дискультирует все равно Котепова на позиции права центрального защитника будет левша играть? То есть Бакетти, которого на этой позиции легче прессинговать. Кто будет играть справа? Возможно, там будет вообще играть А.С. Гулиев. Поэтому много очень вопросов. Ну и, конечно, на результаты я бы не обращал внимания последним Спартака. Но вот о качестве игры, конечно, заставляет задуматься. Теперь к лидерам. Третье место – Краснодар. Почему? Команда стала намного гибче, чем раньше. То есть сейчас очень много атак стало через фланги. Один из наименьших процентов атак через центр за всю историю клуба. То есть меньше было примуслив не в первый сезон клонного, когда Краснодар еще не был такой доминирующей командой. Появилось большое количество забросов за спину защитникам, которые удобны. И Игнатию, Уари, Классену, Вандерсену и тем, кто их отдает, Газинскому и Перейре. И, кстати, даже в матче ответным с Ростовом, который был на днях, этих передач было тоже достаточно от того же Газинского и Перейра. И в первые 10-15 минут первого тема они могли привести к успеху, но Краснодар не реализовал свои моменты. Поэтому думаю, что вот эта гибкость и та гибкость, которую Мусайев продемонстрировал в матче с Байером, в обоих матчах Краснодар отдал мяч, чтобы там говорил Мурат Олегович о том, что Краснодар следовал своему стилю, это, конечно, не так. Поэтому, ну вот в данном случае, мне кажется, что это только плюс. Поэтому думаю, что Краснодар все-таки не сдуется весной, как это было несколько раз, и доплывет все-таки до Лиги Чемпионов, пускай с квалификацией. «Зенит» – качественный состав, качественное усиление, лучшее усиление зимой, но очевидная проблемная позиция левого защитника так и не закрыта. Скорее всего, там будет играть Юрий Жирков, который последний официальный матч провел против Испании на Чемпионате мира. Представьте, как и давно это было. Размен Бариуса, вернее, Паредеса на Бариуса говорит о том, что Семак, скорее всего, не будет заморачиваться с розыгрышем мяча этой весной. То есть останется большое количество передач на Дзюбу, будет больше передач за спиной защитникам, на которые будет реагировать Серда Размун в первую очередь, ну и Себа Дреуси. Диагональ от Ракицкого вопрос в том, как их будет принимать Игорь Смольников, потому что там пока что есть вопросы с этим. И фактор против «Зенита» – это гостевые матчи против «Локомотива», «Спартака», «Краснодара», «Выезды в Ростов», «Вахмат». Правда, у Грозный поедут все лидеры, кроме ЦСКА, это весной. А как мы помним, даже в выигрышные матчи, например, в Самаре «Зенит» на выезде проваливал, и в том числе в Лиге Европы, ну в Лиге Европы даже выигрышных матчей гостевых не было. Поэтому думаю, что «Зениту» все-таки чуть-чуть не хватит до первого места. Что касается ЦСКА, то Гончаренко – экспериментатор, и это мы видели и на сборах, то в четыре защитника, то в три центральных. На Бабкинг, Йолы играют в центре обороны, в два нападающих, Чалов чуть правее, там Обликов в центре поля, Обликов на левом фланге обороны. Это все мы видели и в первую часть сезона, и только в двух матчах, пожалуй, против Краснодара и против Виктории дома в Лиге Чемпионов эти эксперименты и постоянные сменные схем от Гончаренко, они проводили к тому, что это вредило, и в результате ЦСКА проигрывал. Думаю, что сейчас, не думаю, а уверен, что игроки сейчас еще больше приспособились к требованиям Гончаренко. Гончаренко узнал лучше некоторых игроков, которые пришли летом, потому что известно, что минимум двух игроков Гончаренко не видел вживую до их приезда в ЦСКА, то есть до уже официального заключения контракта. Ну и отсутствие Еврокубков, мне кажется, ЦСКА главный фаворит этой весны. Чемпионом в России в этом году, порой, прискать сложнее, чем в любом другом национальном первенстве. Четыре команды, в общем-то, с примерно равными шансами. Мне кажется, что вне тройки все-таки окажется на этот раз Спартак. Итак, чемпионом рискну и назову ЦСКА за счет большей дисциплины и тренерской, что называется, руки, которая чувствуется во всем. Зенит и Краснодар – второе, третье место. В какой именно последовательности? Ну, наверное, все-таки Зенит будет. Второй, Краснодар с учетом Еврокубков – третье. Что касается вылета, не сомневаюсь практически в вылете Енисея и Анжи. Странно вообще, что Анжи до сих пор еще, что называется, на дистанции, с учетом всех проблем. Ну, а в переходные матчи попадут Арсенал и Уфа. Ливерпуль крупно и очень уверенно обыграл Уотфорд. На самом деле, очень приличную команду, которая так крупно в этом сезоне не проигрывала. Которая занимала седьмое место в турнирной таблице до матча с Ливерпулем. То есть, была прямо рядом с первой шестеркой. Кроме того, Уотфорд очень прилично играл и с Тоттенхэмом, и с Челси. Обязательно забивал этим командам. Но Ливерпуль соперника просто смял. И Уотфорду сложно предъявлять какие-то претензии. Настолько хорош был Ливерпуль. У Уотфорда в первом тайме не было практически моментов, не было ни одного удара даже в сторону ворот Ливерпуля. То есть, команда Юргена Клоппа провела гораздо более сильный матч, чем предыдущие игры против МЮ и Баварии. Понятно, что это соперники другого уровня. Но там было три удара в створ ворот за две игры. А здесь Уотфорд просто постоянно был под давлением. И в итоге 5-0 в пользу Ливерпуля. И вот какая мысль мне пришла в голову. Я ее озвучивал вчера в репортаже. Но далеко не все из вас наверняка смотрели матч Ливерпуль-Уотфорд. Потому что там какие-то другие были футбольные матчи. Параллельно вроде бы в Лондоне и в Испании еще кто-то играл. Ну, так вот. Юрген Клопп ведь привык в Германии получать зимнюю паузу. И возить команду на зимние сборы. Он привык эти зимние сборы очень полезно использовать. С точки зрения подготовки ко второй части сезона. И вот у Ливерпуля из-за вылета из разнообразных кубков возникла возможность уехать в Испанию, в Марбелию, по-моему, на 10, кажется, дней. И Юрген Клопп там команду вполне мог прилично нагрузить. Может быть, с этим связано то, что Ливерпуль тяжело вкатывался обратно в официальный сезон. И может быть, сейчас Ливерпуль начинает разгоняться для финишного спорта. Ну, если так, то шансы Ливерпуля на чемпионство, как мне кажется, повышаются. Ну, и что еще? Конечно, феноменальный гол забился Дио Мане. Хотя очень смешно, да. Изначально он просто плохо мяч обработал. А дальше выпутался из этой неприятной ситуации. Настолько изящно, элегантно и красиво, что получился гол шедевр. Ну, шедевр Мане. Вполне такое привычное словосочетание еще с 19 века. Ну, и кроме того, роль Александра Арнольда. Насколько же она оказывается для нынешнего Ливерпуля высока. Видели, да, как Ливерпуль создавал голевые моменты один за другим. Мухаммед и Салаха, конечно же, встречают там сразу двое-трое соперников. Но если в составе есть Александр Арнольд, он всегда успевает поддержать атаку. Он остается рядом с Салахом. Остается буквально в двух-трех метрах. Салах отдает ему мяч. И Александр Арнольд без помех может выполнить передачу в штрафную. Как и произошло в эпизоде с первым голом. И несколько других похожих моментов Ливерпуль создал в этом матче. То есть правый фланг Ливерпуля с Александром Арнольдом сразу становится раза в два сильнее, чем без него. И Мухаммед Салах, кстати говоря, форму набирает. Как мне кажется, пусть он не забил и не отдал голевую передачу. В общем, в этом матче у Ливерпуля все было очень хорошо. Хотя Юрген Клопп не проявлял никаких эмоций. Тем не менее, посмотрим, что будет в Дерми с Эвертоном. И что будет в ответной встрече с Баварией. Но пока, по крайней мере, кажется, что Ливерпуль начинает по-настоящему разгоняться. Магомед Шапи Сулейманов и без того был одним из самых ярких игроков российского сезона. Теперь о нем говорят вообще все. Причем сейчас говорят вообще не об его игре. Хотя это самый скорострельный игрок наш в этом году. В ГИК сделал пост. Даже, можно сказать, расследование провел. В котором утверждает, что скорее всего Шапи переписанный. То есть на самом деле он родился не в 99 году, а в 96 или даже в 95. Доказательств приводилось несколько. В том числе скрин с сайта одного из детских турниров. В котором утверждалось, что Сулейманов играл за махачкалинскую команду 96 года рождения. Получил даже приз самому техничному футболисту. В том числе еще приводилось, что в ВКонтакте, когда вбиваешь в поиск его имя. Соответственно, по возрасту ты ставишь 23, то есть 95 год рождения. И там какие-то еще программы выдавали. То, что у Шапи и ВКонтакте 95 год рождения. Что тут можно сказать? Эта тема дико расфорсилась. Даже такое консервативное издание, как Спортэкспресс, написало об этом статью. Позвонило детскому тренеру Шапи в Махачкалу. Там тоже такой очень странный ответ от тренера был. Но не суть. Суть в том, что в ГИК, помимо вот этих Степков и участия в голосованиях за лучшего игрока Рубина, когда выигрывал Джанаев, Ростова, когда выигрывал Серентьев, вот эти призы за Болотному бесконечные, в ГИК реально начал влиять даже на такие медиа, как Спортэкспресс. Это очень круто. Парни браво. Ну а доказательств, доказательств по сути тут нет. То есть можно это все провернуть тем, что игрок играл за более старшую команду. В ВКонтакте просто, когда он регистрировался, еще его года рождения не было, ему надо было зарегистрироваться. Соответственно, тут о чем-то всерьез. Вот на данном этапе говорить не приходится. Но в ГИК реально красавцы тем, что вот такую повестку в российском футболе они соображают. Только что завершилась очередная классика. Вот видите, еще испанские коллеги продолжают показывать моменты этой игры. Ну а моменты этой игры главные, это, конечно же, голы, которые забивает Барселона. И для меня, естественно, сейв, который совершил Марк Андре Терстегин еще при счете 1-0 в пользу своей команды, когда он отбил мяч после удара Серхио Ригелона. Это было что-то с чем-то. Может быть, сейчас мы как раз этот эпизод и увидим в очередуя раз. Нет, это не он. Придется его еще подождать. Игра, конечно, оставляет немного странное впечатление. Потому что, на мой взгляд, Реал сегодня по содержанию был интереснее Барселоны. В первом тайме уж точно. Да и во втором, после того, как Барса забила, когда забил свой первый мяч Луис Суарес, Реал выдал такой отрезок и такой там вытворял Венисиус Джуниор. Позвонки явно у Нельсона Семеду будут хрустеть еще несколько дней. Наверное, до следующего классика. После того, сколько раз сегодня прокидал мяч мимо него и оббегал его Венисиус Джуниор, вундеркинд мадридской команды. По содержанию, конечно же, я думаю, что мадридский Реал должен был сегодня рассчитывать на большее. Потому что многое получилось в плане игры у команды Сантьяго Салари. Но забивала Барселона. Первый же удар в створ от Луиса Суареса. И счет становится 0-1. Но не это было самым страшным. Самым страшным, конечно, стал второй пропущенный мяч, который действительно существенно повлиял на диспозицию в этой паре. Но Барса – команда, которая укомплектована абсолютно топовыми исполнителями, которым много моментов не нужно. Забей Венисиус в первом тайме, естественно, все пошло бы совершенно по другому сценарию. Но в футболе побеждает не тот, кто сильнее по содержанию и по впечатлениям, а побеждает тот, кто забивает. И этим вечером забивала Барселона. И вы в очередной раз смогли увидеть, как она это делала. А вот так вот не забивал мадридский Реал. Хотя момент тоже был неплохой. Всех раскидали, но мяч ворота не попал. Не попадал он туда сегодня не раз. Так, Вадим, вот у Реала все было хорошо. На флангах, на полуфлангах, в центре, в заду и вперед. В чем дело? Чему это? В том, что Барселоне повезло. Один факт, который, наверное, лучше всего посвятил этот матч, Барселона смогла забить свои три мяча, только один раз сыгрей, пробив в сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Это ударный ассесуарес был. Еще один автогол, еще один пенальти. И два удара не опасных было со стандартов у Барселоны. То есть очень много моментов, очень мало моментов у Барселоны. Достаточно моментов у Реала. Ну и, в мое понимание футбола, в таких ситуациях только один. Может быть, одной команде дико не повезло, другой дико повезло. Ты знаешь, мне кажется, тут не о везении речи. Просто в ударных позициях Реали оказывался Венисиус и Лукас Васкес. А в ударных позициях Барселоне в голевых моментах оказывался Луисуарес. В этом огромный районе. Все-таки Луисуарес. Да, слушай, для меня это просто послематчевый бред. Потому что Луисуарес, у него тоже были такие отрезки. Даже если взять, ну вот до матча с Видео у него была серебрия с голов, он не реализовывал там моменты. И тогда мы не говорили, что это Луисуарес, как он мог не забить и так далее. И Венисиус... Обычно Луис забивает. Обычно Луис забивает. Обычно Луис забивает. Но Венисиус, вот ты сейчас своей репликой выставил лейки. Ну, ему 18 лет, он круто. Каким-то бревном. Он как будто вот только потому, что Венисиус оказывался в этих позициях, реально забил. Реал, как я докажу через твою бочку, через твою поле. Рахим Стерлинг точно таким же был. Безумно техничным, безумно скоростным. Классно уходил на фланг. Но у штрафной порол и порол. Суна, первый с ним у Гордиола. Помнишь? С ним поработал Гордиола. И теперь у Рахима Стерлинга убийца. Нет, теперь у Рахима Стерлинга просто более выгодные позиции для удара. И у Венисиуса тоже были выгодные в этом матче. Потому что я все равно твои логики тут принять не могу. Хорошо. А логика у матча какая? Если мы говорим о отношениях к логике и счетам, таблу, то никаких не было. Вообще никаких пересечений. Да. Ну и Барс таким нехитрым образом в шестой раз выходит в финал. Короля и будет играть там либо с Бетисом, либо с Варенцей. У меня вопрос нашему предводителю Каманчи, то есть техническому руководителю концессии Владимиру Стагниенко. Вот Жозе Маурини уже практически прописался в России. Он тебе и эксперт, и там в Брасоване успешно работает. Поэтому вопрос такой. Как вам кажется, Владимир, что раньше возглавит Жозе Маурини? Санкт-Петербургский «Зенит» или спортивную редакцию ВГТРК, где ныне работаете вы? Нет, Кирилл, как вам неизвестно, Маурини так понравилось на территории, ну скажем так, постсоветского пространства, что он теперь открывает кафе в Гудаури. Название «Умаури». Подавать там будет Саперави, Мадейро, Виньевердо и Кинзмараули. Бойтесь конкуренции, Кирилл Юрьевич Дементьев. Бойтесь, скоро вас выживут с рынка. Друзья, мы приняли сложное, важное, принципиальное решение отвечать на некоторые ваши комментарии в рамках наших выпусков. Разумеется, не на все, потому что их очень много и, к счастью, становится все больше и больше. Спасибо вам за это. На некоторые комментарии мы отвечаем в самом Ютьюбе. Смотрите, там бывают ответы. Но вот есть такие вопросы, на которые хочется ответить публично для всей аудитории, потому что, может быть, и другим зрителям было бы интересно услышать ответ на этот вопрос. Ну и я выбрал два вопроса к предпоследнему нашему выпуску. Во-первых, Юта Джаз и Максим Мансуров интересовались, что такое пластиковые клубы в Германии. Если коротко, в Германии давным-давно идет мощная общественная дискуссия о том, не нарушают ли клубы, которые имеют сторонних инвесторов, ну, справедливость в соревнованиях. Почему? Клубы с традициями, у которых инвесторов нет, нет шейхов, нет олигархов, это в Германии запрещено, они могут тратить только те деньги, которые зарабатывают сами. Но есть несколько клубов, такие как Байер, Вольсбург, Хофенхайм, РБ Лейпциг, разумеется, которые получают поддержку от крупных концернов или же от владельцев. Да, это в виде исключения. Возможно. И вот многие немецкие болельщики эти клубы очень ненавидят за то, что, получается, они находятся в каких-то выгодных условиях. Вольсбургу Фольксваген, например, платил большие деньги. Да и Байер получает от соответствующего концерна там 25 миллионов евро в сезон. Вот такие клубы в Германии называются пластиковые. И они противопоставляются клубам с традициями. Эта дискуссия в Германии действительно очень давно и очень серьезно ведется. Ну и кроме того, Георгий Сабанчиев интересовался, может ли Йохим Лев покинуть сборную Германии. И не думает ли он, возможно, о работе в Баварии, тем более, что там станет президентом Оливер Канн, возможно, когда-нибудь. И может ли Канн пригласить Лева на работу в Баварии. Ну, что касается первого вопроса, мне кажется, что такая мысль Йохиму Леву могла приходить и раньше. В конце концов, им интересовались такие клубы, как Мадридский Реал, например. Сейчас он опять об этом сказал. Не потому, что он сейчас собирается уходить из сборной Германии. В конце концов, он взялся самостоятельно проводить перестройку. И пока эту задачу хочет выполнить сам. Что касается дальнейших перспектив, то о них говорить еще очень рано. Оливер Канн может стать президентом Баварии, ну, года через 3-4, а то и позже. Кроме того, у Оливера Кана вряд ли очень хорошие отношения с Йохимом Левым, учитывая то, как развивались события с Оливером Канном и Йенсом Лемоном, когда Йохим Лев в сборной уже работал. Ну, как мне кажется, я не знаю, как они сейчас общаются. В любом случае, это очень долгосрочная перспектива. В любом случае, Йохим Лев может возглавить какой-нибудь клуб гораздо раньше, чем Оливер Канн станет президентом Мюнхенской Баварии. Потому что Оливер Канн в Баварии поначалу будет входить в курс дела, работать вместе с Йонесом и Румениги, и до президентства ему еще очень и очень далеко. Ну, еще периодически почему-то приходится читать какие-то комментарии о якобы плохом качестве нашего звука. Ну, ребята, это странно. Во-первых, мы всегда пишем звук в самых подходящих для этого условиях. Иногда даже это делаем на студиях с участием звукорежиссеров. Во-вторых, мы используем самое современное и дорогостоящее оборудование для записи звука. Поэтому уже даже не смешно. Я не понимаю, что у вас там происходит. Может быть, у вас какие-то проблемы с колонками или с пунктами проверки. Потому что мы видим, что с нашей стороны никакой проблемы нет. Продолжение следует... Продолжение следует...